Здравствуйте, мои сладенькие булочки с корицей. С вами Зози. Хочу напомнить, что все нужные ссылочки находятся в описании. Там вы найдете ссылку на фанфик, если захотите прочитать самостоятельно. Также ссылку на мой бустя, где глава выходит без вырезанных сцен и гораздо быстрее. Также там очень много вкусного и горячего контента, которого не будет на ютубе. Также есть ссылка на мой телеграм-канал, где я иногда пущу что-нибудь интересненькое, где вы можете удобно прослушивать фанфики после выхода на ютубе. А еще есть ссылка на мой второй канал, где я озвучиваю ролики по БТС. И обязательно, булочки, не забывайте благодарить авторов за их прекрасные работы на фикбуке. Оставляем лайки и комментарии под их работами. Им будет очень приятно. И вам приятного прослушивания. Прости меня, Тэхён. Автор Риджи Фокс. Соавтор Леран 88. Глава 14. Чунгук припарковал машину на стоянке рядом со школой и неспешным шагом направился к стоявшему в компании одноклассников Намджуну. Школьный двор был забит учениками, и он то и дело слышал обрывки разговоров. Отовсюду слышался смех подростков и неприятные визгливые восклицания девчонок. И как он раньше не замечал, насколько раздражающим может быть слабый пол. Или ему просто не попадали стихи и скромницы. Впрочем, нет, дело не в этом. Девчонки, по крайней мере, ровесницы, казались ему скучными и назойливыми. Может, именно поэтому его отношения никогда не длились больше пары месяцев. Хотя та же пара месяцев – его личный рекорд. Обычно все ограничивалось парой ночей, в лучшем случае неделя или двумя, редко когда дольше. Короче, как ни крути, Тихин был совершенно другой. Он не бесил, не раздражал, не конючил, не стремился запихать в него кусочек повкуснее, не выпрашивал подарков, не смотрел глазами преданной собачке. С ним было хорошо в любой момент времени и в любой ситуации. Чангук понимал, что дело, скорее всего, не столько в половой принадлежности, сколько в отношении самого Чангука. Он был по уши влюблен в своего парня, и ему самому хотелось баловать-то и заботиться о нем. «Привет!» Джон махнул рукой, когда Чангук приблизился, а затем шагнул ближе и ухватил за предплечье. «Есть разговор». Не успел Гук удивиться или хоть как-то отреагировать, как еще один парень из компании Пэйон влез между ними и громко спросил, с каким-то нездоровым интересом всматриваясь в Чангука. «Гук, а это правда то, что тут всем рассказывает Джимин?» Вопрос был задан достаточно громко, чтобы услышали все, стоявшие поблизости. Он буквально ощутил волны любопытства, направленные в его сторону. «О чем-то?» Спокойно уточнил Чангук, уже предчувствуя неприятности. У него было два предположения, и он искренне надеялся, что эта курица Джимин треплет что-то про те времена, когда они встречались, как она обычно это и делала. Но надежда рухнула едва Пэйон, ответил причем чуть ли не громче, чем до этого. «А там что ты трахаешь ботанакима?» Бля... Первое, что пришло ему в голову. Чан старательно держал на лице маску ледяного спокойствия, тут же вспомнив вчерашнюю прогулку в Коэкс. Значит, ему не показалось. Он действительно видел в торговом комплексе Джимин. И что теперь предпринять? «Думаешь, окружающим есть дело до того, с кем я трахаюсь?» Холодно поинтересовался Чангук, скептически заломив бровь. Он сознательно тянул время. Врать? Идея так себе, ведь рано или поздно правда всплывет. И тогда он будет выглядеть слабаком, который стыдится собственного парня, даже если это совсем не так. И плевать, что подумают одноклассники о нем самом. Но вот ты хен. Гук не мог позволить хоть кому-то решить, будто его отношение с Тэ – это что-то неправильное, то, о чем надо молчать. Сказать правду? Но это может сильно ударить по Тэхюну. Завистников, да и просто недовольных будет немало. А уж сколько грязи может вылиться на Тэ, который будет просто не в состоянии себя защитить? Трудно даже представить. Тогда по дороге к школе Ким был прав, настаивая, что нужно держать все в тайне. Хотя Чангук и был не согласен, но смирился, ведь так было безопаснее для его парня. Но раз так сложилось, то дальше молчать просто нет смысла. Излишнее внимание Тэ в любом случае обеспечено. Зато теперь, если кто-то только посмеет что-то сказать или сделать Тэ, у него будут развязаны руки. Он ухмыльнулся и вскинул подбородок, с прищуром рассматривая Пайона. Школьники зашептались, не сводя с него горящих предвкушением глаз. А ребята из его компании и вовсе придвинулись еще ближе в ожидании ответа. «Ну, не знаю», — дернул плечом Пайон, лихорадочно блестя глазами. С каждой секундой Чангук чувствовал, как растет раздражение на этого придурка. «Ты у нас звезда школы, ты мне скажи!» И, не дожидаясь ответа, припечатал. «Конечно, нам всем крайне любопытно, что тебя может связывать с этим ублюдком!» Чангук стиснул зубы и крепче сжал кулаки, чтобы не двинуть мудаку прямо тут. Устраивать драку на школьном дворе под окнами директора было не самой здравой мыслью. «Так это правда?» — не выдержала Юна, первая сплетница их компании, поняв по его реакции, что не все так просто. Девушка даже подалась вперед, ожидая его ответа. «Еще бы! Это будет просто бомба!» А Юна с удовольствием донесет новость до всех, кто захочет слушать. Ее подруга Хирин такая же сплетница, даже на носочки поднялась и вытянула шею в его сторону. Чангук чуть поморщился и постарался незаметно осмотреться. Краем глаза он видел, как к ним подходят все новые и новые ученики, заинтересованные происходящим. Толпа школьников, в центре которой он и его компания. Что может быть интересней? Что ж, для себя Гук давно все решил. Глубоко вздохнув и еще раз пообещав себе, что он во что бы то ни стал защитить Тэйона от недоброжелателей, Чанг криво улыбнулся Юне и громко и четко ответил. «Правда!» И вперился убийственным взглядом стоящего напротив Пэйона, понимая, что сейчас нельзя давать слабину. Его собеседник не удержал эмоций, и Гук четко видел, как на его лице проступает злость, и еще что-то, похожее на обиду. Казалось, все замерло. Тишина, повисшая после его слов, стала почти осязаемой, а над вытянувшимися лицами окружающих он мог бы искренне поржать, будь ситуация немного иной. «Ты серьезно? Ты этот зубрила?» Не справившись с собой, заорал Пэйон. Он покраснел от злости, а лицо исказило болезненная гримаса. Будто он ревнует. Да нет, не может быть. Никаких намеков или подвижек в сторону Чунгука тот никогда не делал. Или он просто не замечал. Чунгук даже головой мотнул, отгоняя дурацкую мысль, но то, с каким выражением смотрел на него Пэйон, так будто Чунгук его предал, не давало так просто откинуть этот вариант. «А почему ты раньше не говорил?» Юна, в отличие от Пэйона, никакого негатива не выказывала, даже наоборот, подалась вперед от любопытства, хватая его за запястье и с искренним, ничем не замутненным восторгом разглядывая Гука. Хьюарин, как застыла с приоткрытым ртом после его слов, так и стояла, только глазами хлопала. Слова девушки словно послужили спусковым крючком, заговорили все одновременно, обсуждая эту новость и громко выкрикивая вопросы в его сторону. Чунгук даже слегка растерялся, не зная, куда смотреть и стоит ли вообще отвечать. Парой ребят из его компании смотрели на Гука с брезгливостью и морщили носы. Слава богу, Джун заметил его ступор и шагнул вперед, закрывая собой и давая время собраться с мыслями. «Как ты вообще умудрился спутаться с этим зубрилой?» Никак не унимался Пайон, он нервно заправил волосы за ухо и закусил губу, сверляя Чунгука взглядом из-под лобби. «Эй, он что тебе докладывать должен?» Возмутился нам Джун, и Чунгук мысленно поблагодарил его. «Нет, да ты прикалываешься!» Снова высказался Пайон и резко отвернулся, будто не в силах смотреть на него. Когда он через несколько секунд повернулся обратно, выражение отчаяния заставило Чунгука отвести глаза. «Да ну нет, ты же не можешь выбрать такого!» И вот эти слова будто переключили что-то у него в голове. Раз и прямо щелкнуло. «А что не так с Тихеном? Он точно в тысячу раз лучше этого придурка!» «Какого?» С отчетливо слышным в голосе предупреждением спросил Чунгук и, прищурившись, сделал шаг вперед, но Пайон не внял. «Да он же нищий, к тому же полукровка, не говоря уже о том, что он самый натуральный ублюдок!» Визгливо выкрикнул он. «Я просто не могу поверить, что такой, как ты, мог выбрать такого, как он! Почему ты не...» Сдерживаясь из последних сил, чтобы не двинуть мудаков зубы, Чунгук еще раз мысленно напомнил себе, что отомстить можно и позже, и перебил его. «Мне плевать, чему ты там веришь». И снова шагнул вперед, угрожающе нависая над наконец понявшим, что пересек черту Пайоном. Тот резко побледнел и чуть попятился, видимо, очень уж зверским было выражение лица Чунгука. «Но если ты еще хоть раз...» Договорить ему не дали, откуда-то со спины раздался возглас. «А давайте у самого Кима спросим!» И вся толпа хлынула к школьным воротам. Чунгук мгновенно забрыл Пропейона и быстро развернулся, мысленно вырагавшись. На входе растерянно замер Тихен, на которого в ту же секунду обрушились десятки взглядов. Злых, колючих, любопытных, непонимающих, завистливых. «Чунгук, его подстилка подоспела!» «Эй, Чунгук, неужели он так хорошо дает? Может, мне тоже попробовать?» «Сколько берешь за час?» И подобные этим возгласы сыпались со всех сторон. Тихен не двигался, не понимающий, скользя взглядом по лицам окружающих, и только крепче стискивал в руках ремень новой сумки. Сейчас, в этот самый миг, его сильный и упрямый Т, стоявший в окружении недоброжелателей, и молча выслушивающий грязные высказывания, казался Гуку слишком уязвимым, очень хрупким и еще более бледным, чем обычно. И хотя ни один мускул не дрогнул на лице его парня, Чун уже слишком хорошо изучил Тихена и прекрасно прочел по глазам, как больно бьют его злые и обидные слова. И единственное, чего он хотел в этот момент – быть рядом с Тихеном. Расталкивая окружающих, он направился к своему парню. «Отвали! Дай дорогу!» Грубо пихнул он кого-то, не обращая внимания на возмущенное восклицание, и еще ускорился. Подростки словно обезумели. Над школьным двором стоял гвалт и громкие крики. Откуда-то справа уже слышался громовой рык учителя физкультуры, но его, похоже, никто не слушал. Чун Гук продирался сквозь толпу и приходил в отчаяние. Обвинения и грязные предположения в сторону Тихена звучали все громче. Кольцо сужалось. А ты все так и стоял на месте, словно не в силах сдвинуться. Казалось, они вот-вот кинутся на него, а Чун Гук не успеет его защитить. Наконец-то он вывалился прямо перед Тихеном и поспешил прижать его к себе, скрывая отколки взглядов. Шум стал стихать. Хотелось увезти его отсюда, закрыть от всего мира, нежить и защищать. Но уходить сейчас однозначно было нельзя. Это воспримут как слабость. «Чун Гук?» Тихий, растерянный шепот и обжег Чун Гуку шея, и в груди что-то болезненно ёкнуло. «Все хорошо». Он уверенно улыбнулся, глядя в глаза Те, а затем, продолжая все так же крепко обнимать его, повернулся к толпе. «Так, слушайте сюда. Ким Тихен – мой парень. Ни подстилка и ни развлечения на одну ночь. И мне откровенно похуй, что вы все думаете по этому поводу». Он говорил громко, чтобы его слышала вся эта свора, достаточно веско и уверенно, чтобы ни у кого и мысли не возникло сомневаться в его словах. «Но если ещё хоть кто-нибудь из вас посмеет оскорбить его, ударить или вообще хоть как-то задеть, будет иметь дело со мной. Ясно?» Все замолкли и просто тупо пялились на него. На лицах большинства было написано недоумение. Очевидно, что такого поступка от него не ждал никто. «Вам всё ясно?» В повисшей тишине его голос прозвучал оглушительно громко. Замешательство окружающих рассеялось, и все заговорили одновременно, обсуждая произошедшее. Гомон толпы все нарастал, снова начали сыпаться вопросы, и в этот момент над школьным двором зазвучал голос директора, усиленный через мегафон. «А ну-ка, разошлись все! Кто через пять минут не будет в классе, получит запись в личное дело, и я сам потружусь уведомить ваших родителей. Бегом, бегом, быстро!» Несколько секунд народ переваривал услышанное, а затем толпа неохотно стала рассасываться, против директора «Не попрёшь». Чингук незаметно выдохнул и чуть перекрыл глаза. Физрук с директором и физиком направляли школьников так, что время пока ещё было, но он не сомневался, что господин Ли вызовет его к себе по поводу этого инцидента. Рядом незаметно нарисовались Намджун и Юна с Хьюрин. Остальная компания тоже маячила неподалёку, вот только приближавшийся с решительным видом Пэйян напрягал. «Ну и как оно того стоило?» – задал тот вопрос. Чингук только фыркнул. Всё, что хотел, он уже сказал, и отчитываться перед кем-то, а тем более оправдываться он не собирался. «Тебе простят что угодно, Чан, но не ему!» – он бросил неприязненный взгляд на Тэ. «Его сожрут! Думаешь, сможешь его защитить? Справишься со всеми? Один!» Над треснутым голосом спросил Пэйон, из-под лоби рассматривая Чунгука. «А кто сказал, что он будет один?» Намджун шагнул к ним, встав рядом. Гук благодарно улыбнулся лучшему другу и снова повернулся к Пэйону и остальным ребятам из их компании, глядя прямо и уверенно. Следом за Намджуном и другие вставали рядом. На лицах девчонок вообще было написано что-то подозрительно, напоминающее восторг. Не всех, разумеется, но всё же. «Это так мило!» – почти пропела Юна и отпихнула Пэйону в сторону, внаглую вторгаясь в личное пространство Тэ и с любопытством его разглядывая. Если бы Чунгук не держал его за плечи, то непривыкший к подобному Тэйхё наверняка бы отшатнулся от неожиданности. «Так вот почему ты запретил трогать стипендиотов!» Послышалось откуда-то со стороны, а за этим последовали согласные возгласы. «Что ж!» – решил Чунгук подвести итог. «Я рад, что вы со мной!» Он бросил тяжелый взгляд на Пэйона и ещё четверых из их компаний, что остались в стороне. «А вы? Мне не нужны такие друзья, которые готовы отвернуться от меня в подобной ситуации, так что свой выбор вы сделали!» Минсок сплюнул на землю, ожёг злым взглядом и тоже пошёл к школе. Остальные потянулись за ним, только Пэйон всё оборачивался, бросая непонятные взгляды на них с Тэ. И тут Чунгук заметил замершую чуть в стороне Джимин и зло оскалился. «Вот сучка!» «Эй, Джимин!» – он осклабился в наглой ухмылке. «Спасибо, дорогая! Ты мне сегодня очень помогла!» Джимин недовольно сверкнула глазами и поджала губы. Хотела устроить пакость, но не вышла. Ещё бы это её не выбесило. Показав ему средний палец, она гордо вскинула подбородок, развернулась и ушла. «Эй, друг! Ну ты был крот!» Хлопок по плечу от Джуна заставил Чунгука вздрогнуть и крепче прижать к себе Тэхёна. Тело под его ладони нервно подрагивало, но лицо Тэ держал, никак не выдавая, насколько всё происходящее потрясло его. «Я чуть не обосрался, когда они стали орать. Думал, совсем чокнулись, ещё как кинуться». Нам Джун, как всегда, когда его обуревали эмоции, размахивал руками и не мог устоять на месте. «Нет, ну вы видели!» – обратился он к девчонкам, и те тоненько запищали в восторге. «Гук такой, раз, и вышел перед всеми, герой!» Не успел Чунгук ответить, как директор прервал их веселье. «В мой кабинет, герой! Живо!» Все сразу притихли, а Чунгук сглотнул, предчувствуя неприятности. «Остальных я вызову отдельно». Чунгук, продолжая обнимать Тэхёна, двинулся вслед за директором. Разговор явно предстоял не слишком приятный. Но лгать или выкручиваться он не собирался. Хватит. Тем более, отец уже и так запалил его на работе. Так что, если старый хрыч и расскажет тому про Тэхёна и этот инцидент, ничего это, в принципе, не изменит. Разве что столкнуться с ним придётся раньше, чем он ожидал. Вот и закончилась глава «Моя сладенькая булочка с корицей». Напоминаю, что глава выходит раз в неделю. И если ты не хочешь долго ждать выхода глав на ютубе, то ты можешь поддержать меня на бусте, где они выходят гораздо быстрее. Если вам нравится озвучка, не забывайте оставлять лайк, писать комментарий, так как это помогает развитию канала, и подписываться на канал Зузя Озвучка Фанфиков.